В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа Алядской свободной экономической зоны. В свободных экономических зонах не применяются таможенные платежи, в том числе таможенные пошлины и налоги. Иными словами, свободная экономическая зона – это действующая под особым режимом часть территории страны. В результате применения льгот в этих зонах прибыль составляет 30-35%, а иногда и выше. Сегодня в 130 странах насчитывается более 4 тысяч особых экономических зон, доля которых в глобальном экспорте превышает 200 миллиардов долларов. Наличие благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и связанные с транспортными коридорами новые вызовы – на этом фоне возрастающая роль Азербайджана – обусловили необходимость создания в нашей стране свободной экономической зоны. Из этой необходимости вытекают и решения в 2017 году о создании Аляской свободной экономической зоны, а в 2018 году – принятие в связи с этим соответствующего закона. Несмотря на мировой экономический кризис и вызванной пандемией потрясения, 1 июля 2021 года был заложен фундамент Аляской свободной экономической зоны. Аляская свободная экономическая зона выступит как очередной драйвер для развития не-нефтяного сектора. А что же привлечет сюда инвесторов? Президент Ирхам Алиев ответил на этот вопрос на церемонии закладки фундамента зоны. В первую очередь это место имеет благоприятное географическое положение, находится на побережье рядом с морским портом, достаточно обширная территория. В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. С одной стороны, мы продемонстрировали это при реализации нефтегазовых проектов, а с другой – в результате реформ, проводимых в других сферах, создан прекрасный инвестиционный климат. Другой важный вопрос, почему мы считаем, что инвесторы приедут, заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Председатель правления уполномоченной структуры Аляской свободно-экономической зоны Валия Халискеров проинформировал главу государства, что общая площадь Аляской свободно-экономической зоны составляет 850 гектаров. На являющиеся первым этапом разбития площади 60 гектаров выделены готовые к строительству земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам. Внутри земельных участков предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Также созданы таможенно-пропускные пункты, здания для рентгенопизического таможенного осмотра, бизнес-центр, здание которого состоит из трех функциональных частей. Здесь будут действовать офисы полномоченной структуры Аляской свободно-экономической зоны, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу одного окна, офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни. В бизнес-центре создана соответствующая инфраструктура и материально-техническая база для обеспечения качественного обслуживания. На очередном этапе развития ведутся проектные работы в части, предназначенные для стандартных производственных предприятий и логистических центров, которые будут занимать площадь 138 гектаров, а также в части, предназначенные для предприятий тяжелой промышленности, площадью 211 гектаров. Несомненно, что с началом деятельности экономической зоны увеличится поток инвестиций в нашу страну, улучшатся показатели товара, оборота и занятости, ускорится интеграция национальной экономики в мировую экономическую систему. Благоприятные условия, созданные в экономической зоне, которая располагается поблизи Бакитского международного морского торгового порта и глобальных транспортных коридоров, имеют стратегическое географическое положение, а также уникальная законодательная база, фискальные и нефискальные льготы, промышленно-земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами, транспортно-логистические центры и другие перспективы создадут устойчивое региональное преимущество для инвесторов и превратят Алясскую свободную экономическую зону в региональный инвестиционный центр. Также сообщалось, что отсутствует ограничение на владение иностранными юридическими физическими лицами собственностью в Аляской свободной экономической зоне. Отсутствует требование для иностранных инвесторов иметь местных партнеров и быть акционером. Отсутствуют какие-либо ограничения на валютные операции или репатриацию прибыли. Имущество инвесторов не может быть национализировано ни при каких-либо случаях, а уполномоченная структура Аляской свободной экономической зоны гарантирует защиту имущества инвесторов от тех или иных ограничений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 июня с 11.25 до 18.40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского, Ходжалинского и Шушинского районов. Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в направлениях Дамского, Физулинского, Ходжавянского, Ходжалинского и Шушинского районов. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены. Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает итальянская компания «Леонардо». По информации, Министерство обороны Азербайджана подписало контракт с итальянской стороной на поставку самолетов Си-27Д «Спарта». Грузоподъемностью 11,5 тонн, способных выполнять оборонительные и гражданские оборонительные задачи. Самолет считается идеальным для выполнения военно-транспортных миссий, высадки с воздуха парашютистов и материалов операции по тактической поддержке войск, спецназа, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Восстановлен судебный процесс над экс-президентом Армении Сержем Саркисяном, который обвиняется в ряде тяжких преступлений. Следствие раскрыло совершенное им еще одно мошенничество. В ходе комплексной проверки в Министерстве сельского хозяйства обнаружены незаконные действия бывшего президента с использованием поддельных документов. Генеральная прокуратура Армении выступила с заявлением о брате Саркисяна Ливония, в котором отмечается, что мошенническим путем, задокументировав находившиеся в подчинении Министерства культуры объекта, он сдавал их в аренду отдельным лицам, как объекты общепита. В результате бюджету страны был нанесен ущерб в объеме 760 тысяч долларов. Следует отметить, что дочери Сержа Саркисяна, Сатейник и Ануш, также могут предстать перед судом. После показаний восьми месяцов был наложен запрет на их выезд из страны. Члены семьи Саркисяна подозреваются во взяточничестве в особо крупных размерах. Азербайджан развивает зеленую энергетику, чтобы стать к 2030 году страной зеленого роста с чистой окружающей средой. Об этом на сессии регионального развития в области возобновляемой энергии и альтернативной пути обеспечения энергетической безопасности в рамках Астанинского международного форума заявил министр энергетики Азербайджана Эрвис Шахбаза. Форум нацелен на поиск путей решения глобальных вызовов. Компании, представленных на мероприятии, стран были приглашены к участию в проектах зеленой энергетики в Азербайджане. Одним из источников дополнительных поставок газа из Азербайджана в европейские страны является именно зеленая энергия. Широкое использование возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану стать как экспортеров зеленой энергии, так и увеличить экспортные возможности за счет больших объемов сэкономленного газа. Предполагается, что 4 гигаватта зеленой энергии будут экспортироваться в Европу по Каспийско-европейскому коридору зеленой энергии, а 1 гигаватт в Турцию и Европу через Нахчеван, объявленной зоной зеленой энергии. Европейский Союз поддерживает выход нашей страны на энергетический рынок Европы в новом статусе. Свой опыт стратегического развития и экспорта нефтегазовых ресурсов на мировой рынке сейчас Азербайджан переводит в сферу зеленой энергии. Фонд возрождения Карабаха организовал встречу с ведущими бизнес-структурами страны. На мероприятии состоялся обмен мнениями по продвижению потенциала перспективных направлений инвестирования в Карабах, сбору и анализу предложений от потенциальных инвесторов и другим темам. Касаясь реализуемых на освобожденных от оккупации территориях проектах, при финансовой поддержке фонда председатель правления структуры Рахман Гаджи подробно проинформировал о Центральном парке Физули. На встрече была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества с бизнес-структурами, развития партнерства между государством и частным сектором в процессе восстановления и при созидательной работе в Карабахе. На мероприятии, отказавшим поддержку восстановления и реконструкции Карабаха донором, были вручены сертификаты Фонда возрождения Карабаха о пожертвованиях. Неисчерпаемый творческий потенциал, высокие нравственные качества, трудолюбие и организаторский талант. Именно так близкие друзья и коллеги характеризуют одного из ярких представителей плеяды государственных деятелей, внесших вклад в развитие республики, в частности, ее профсоюзного движения и системы образования. Речь идет о Лидии Расуловой на презентации книги, которой побывала и наш корреспондент Нилуфиар Асланзаде. Принципиальность, огромное трудолюбие и умение эффективно организовать работу известного государственного деятеля Азербайджана, внесшего огромный вклад в дело развития страны и в советский период, и в годы независимости, Лидию Расулову характеризовали не только эти качества. Ее плодотворная деятельность оставила глубокий след в истории развития и системы образования и Института профессиональных союзов. Она сыграла огромную роль в решении социальных вопросов, расширении санаторно-курортной системы, повышении безопасности труда. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гидрали высоко ценил заслуги Лидии Расуловой как опытного человека с высокими нравственными качествами. Автор книги «Жизнь, запечатленная в истории» Деляра Рустам также говорит, что такие личности всегда живут в сердцах людей даже спустя десятилетия. В этой книге своими воспоминаниями делятся около 50 видных общественных и политических деятелей, литераторов, писателей, известных личностей нашей страны, людей, знавших ее лично. Я рада, что являюсь автором книги. Я также написала сценарий фильма о Лидии Хану. Надеюсь, что этот очерк станет настоящим подарком для будущих поколений, потому что людей, запоминавшихся своими добрыми деяниями и посвятивших жизнь служению народу, помнят и чтят из поколения в поколение. Внук Лидии Расуловой, Октар Рагимов, у которого очень много теплых воспоминаний о бабушке, говорит, что Лидия Ханун, как благородный человек и талантливый организатор, всегда будет примером для нынешнего и будущих поколений. А ее огромный управленческий опыт и гражданская позиция, как любящего свое дело и объективного человека, всегда представляет интерес. Она для нас пример. Пример, что мы тоже должны, как ее внуки, как гражданины этой республики, тоже, хоть и не на таких постах, на которых она работала, но где бы мы ни работали, мы должны в первую очередь защищать интересы нашей республики, нашего народа. Память о знаменитом общественном деятеле, прекрасной педагогии Лидии Расуловой чтят с особым уважением. В своей педагогической деятельности она прилагала все знания и способности для приведения этих качеств юному поколению, направляла внимание на решение актуальных вопросов. Развитие учреждений для реабилитации инвалидов, подготовка высококвалифицированных кадров в высших учебных заведениях и желание внести вклад в улучшение благосостояния людей, все это говорит о большой ответственности, с которой Лидия Ханом, как активная участница социальной и политической жизни республики, в том числе в качестве депутата парламента, подходила к выполнению возложенных на нее задач. А в Баку полным ходом продолжается благоустройство столичных дворов. По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдера Лива в рамках ряда мероприятий осуществляются широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию. В очередном обновленном дворе, на этот раз в Насиминском районе столицы, переданном в пользование жителей, побывала моя коллега Финан Гусейнова. В преддверии 15 июня, Дня национального спасения, завершены работы по благоустройству и строительству в Насиминском районе столицы по адресу 3-й микрорайон, улица Джаватхана, 28-32, где в пятиэтажных домах по четыре подъезда каждой проживает свыше 700 человек. Для организации эффективного досуга жителей учтены все возрастные категории, для взрослых установлены беседка и скамейки, а для детей различные детские игровые элементы и спортивные сооружения. Я люблю горки кататься. А что еще любишь? Скачение. А как тебе здесь нравится все? Да. Красиво? Да. Горки, качели нравится, гимнастику делать нравится. А что тебе больше всего здесь нравится? Качели, горки и потом гимнастика. В рамках проекта капитально отремонтированы фасады и крыши, установлены новые водосточные трубы и желоба, заменены четыре входные двери и 16 окон на лестничных площадках. Входные части подъезда облицованы аглаем. Сейчас более красиво, более ярко, более, как вам сказать, интереснее для детей. Сознали все условия для того, чтобы дети интересно развлекались. Мы этому рады, за своих детей. В рамках работы во дворе зданий уложено около 500 квадратных метров томета. Свыше 300 метров нового бордюра засеяно более 1000 квадратных метров газона. Ранее занятые во дворе территории возвращены в общее пользование. Установлены мусорные контейнеры. Посажено около 500 деревьев и разных видов цветочных кустарников. За существующими насаждениями и деревьями на участке, где проводились работы по благоустройству, ухаживали агротехническим способом. Для орошения зеленой полосы проложено около 200 метров водопровода. Система освещения установлена в семи точках двора. Для автомобилей созданы парковочные места. Раньше было здесь очень невозможно. Детям не было негде было играть. А сейчас, сегодняшний день, очень прекрасно. Раньше невозможно было. Я здесь 52 года живу. Дальше невозможно было выйти детей. Сейчас мой внук выходит. Уже приятно играть, особенно детская площадка. Отметим, что работы по благоустройству и реконструкции столичных дворов ведутся параллельно еще по нескольким адресам. Федан Гусейнова, Гарри Амам Мамедов, Новости АС-ТВ. Во все времена года в Азербайджане великолепная природа, благоприятные погодные условия, соответствующая инфраструктура для различных видов туризма. Особенно привлекательна наша страна для отдыха в летний период. Но главными в оценке туристических возможностей Азербайджана остаются зарубежные гости. Именно они формируют мнение о нашей стране. Официально летний туристический сезон открывается 15 июня и продолжается до 15 сентября. К этому периоду готовятся и азербайджанские туркомпании и предлагают любителям отдыха туры по различным направлениям. И одно из них ведет в древний город Щекиев. Если 10 лет назад в Азербайджане при упоминании слова «туристический сезон» все вспоминали именно летние месяцы, сегодня во всех сезонах можно встретить туристические потоки со всего конца мира из регионов Азербайджана. Даже сегодня пасмурная дождливая погода не мешает им посещать наши достопримечательности. Бесспорно любители активного летнего отдыха непременно выбирают центры с историческими памятниками. В последнее время в нашей стране были предприняты важные шаги по развитию этой сферы туризма. Восстанавливаются исторические памятники и они включаются в туристическую инфраструктуру. Вот в Щеки не задают традиционный вопрос, куда пойти. Посещение исторических мест и мастерских ремесленников уже само по себе отдых. Можно бесконечно говорить об Азербайджане, однако, как и уже мнение о нашей стране зарубежные туристы. Гости из культурной столицы России, Санкт-Петербурга, не скрывают, что они в шоке от всего увиденного. То, что рассказывают по телевидению, читаются в новостях, еще в каких-то СМИ, лентах, это не то, что ты можешь увидеть сам своими глазами. И поэтому, как только появилась такая возможность, сразу да. Жителям не все равно, где они живут. И они хотят, чтобы вокруг них был порядок. Невозможно перечислить связанные с древним историко-культурным наследием места в городе. Дворец шокинских ханов, мечети, крепостные стены, минареты и много-много других мест. А богатая шокинская кухня, питы, халва, плов и другие изысканные блюда, восхищающие гостей. Очень прекрасные люди, гостеприимные, общительные, потрясающая у вас кухня. Очень красиво, в горы. Если честно, не ожидала. И как правильно говорят, что Кавказская Швейцария. Мы наслаждаемся, отдыхаем. И я уверена, что вернемся еще не один раз. На летний туристический отдых в нашей стране нацелены ближневосточные страны. Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, также Азиатские, Индия, Пакистан. Осуществляются активные маркетинговые меры для обеспечения потока туристов из этих государств. Сегодня осуществляются прямые авиарейсы. Из Израиля 7 раз, Саудовской Аравии 13 раз, Объединенных Арабских Эмиратов 36 раз, Кувейта и Катара по 7 раз в неделю. На текущий летний сезон ожидается их увеличение, как и повышение турпотока в нашу страну. Алиса Амеда, Шайники Азбзаде, Новости АС-ТВ. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Исмова. Офера Завчинского телевидения продолжит передачу «Чуша Довро» не отвечает. Субтитры создавал DimaTorzok